Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В месяц срок до прекращения права собственности Абсолют Агро, напередаваемый в аренду имущественный комплекс. Напомню, что в конце ноября стало известно, что долги Абсолют Агро выкупают дарончи. Программа Экономика. Новое производство на авиатском фанерном комбинате запустят в начале нового года, по словам руководителя предприятия Юрия Шадрина, в результате вложения почти 6 миллиардов рублей вдвое вырастет выпуск шлифованной и ламинированной березовой фанеры. Сейчас выполнен монтаж основного оборудования, ведутся пусконаладочные работы. При выходе проекта на производственную мощность, дополнительные налоговые отчисления в составе 258 миллионов рублей, будет дополнительно создано почти 500 рабочих мест. Экономика. На 101 ФМ. Кадыров встретился с управленцами из моногородов. Они рассказали новому министру экономики Кировской области о поисках инвесторов для своих территорий. Так, Вятские поляны делают ставку на развитие промпарка, оружейного производства и туризма. Белая Холуница тоже делает упор на туризм, а также инвест-проекты в сфере машиностроения и лесного комплекса. Есть планы у компаний из других регионов по производству металлоконструкций и швейного производства. Кроме того, в сфере ЛПК планируется создание Белохолуницкого лесопитомника, продукция которого будет направляться на лесовосстановление, а также на озеленение населенных пунктов. В Лузе хотят развивать промплощадки по углубленной переработке древесины. В частности, здесь намерены развивать деревянные домостроения. Экономика. К другим новостям. Нового гендиректора молочного комбината выберут на собрание акционеров. Пока предприятием руководит первый зам гендиректора вдова Василия Сураева. Его не стало 24 декабря. На 65-м году жизни он возглавлял предприятие с 95-го года. Экономика. На 101 ФМ. В Кировскую область завезли банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает отделение по Кировской области Волговятского главного управления ЦБ РФ. Там предупреждают, что потребуется время на подготовку банкоматов к приему новых денег. Также в ЦБ обращают внимание на то, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными. Покупать их дороже номинала не стоит. Их должны принимать во всех предприятиях. Программа «Экономика». В Кирове открылся Центр оказания услуг для бизнеса. Он работает в офисе Сбербанка на Дериндяево, 25. Туда могут обращаться юрлицы, индивидуальные предприниматели и граждане, которые планируют открыть бизнес. Можно будет получить государственные и муниципальные услуги, услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций, консультации. Подобные центры создаются по инициативе областного правительства. Планируется, что они будут открываться в отделениях банков. Программа «Экономика». Напоследок, коротко, несколько цифр. 800 миллионов рублей за три года вложило в модернизацию производства предприятие «Алмис». На 50 миллионов рублей продукции предприятия «Демьяновские мануфактуры» арестовали судебные приставы. Четверть кировских ИП работает в торговле. И о валютах и завершении. Доллар на сегодня 57,63. Курс евро 68 рублей 79 копеек. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.